доброго времени суток youtube уважаемая психологической комьюнити и я продолжаю рассказывать о методиках которые поставляются НПЦ ЭКМЭ любому желающему специалисту медицинскому психологу просто психологам в центре в какие-то и так далее и тому подобные вещи методика который о которой я сейчас хочу вам рассказать называется КАТ или другими словами вот давайте я покажу такая вот у нас фирменная папочка с QR-кодом который можно сосканировать и узнать о нас всю информацию методика называется детский оперцептивный тест КАТ в адаптации вернее не в адаптации автора Беллок тест является проективной методикой очень специфической я бы сказал психодинамической психоаналитической методикой он не очень прямо скажем хорошо адаптирован для российской популяции есть данные статистические таблицы для западных стран англоязычных стран вот так вот выглядит его стимульный материал можете посмотреть его вот на экране представлены 8 картин 10 вернее картинок вот этого самого детского оперцептивного теста стимульный материал выглядит подобным образом соответственно здесь у нас представлена методология этого теста обратите внимание да детский оперцептивный тест как авторство беллок здесь у нас приводятся все необходимые данные примеры интерпретации этого теста как я уже сказал вам стимульный материал приводится в самом самой методичке таким вот образом идут пояснения определения интерпретации всего этого конечно тест очень специфический им надо учиться работать я его использую но не часто в своей работе во первых потому что в большей степени связан со взрослым контингентом не с детьми хотя было такое что значит работал с детьми и этим тестом приведены примеры обработки результатов примеры отчетов интерпретации но тест повторюсь опять же содержит такой тон психо динамический психоаналитический и результаты помогут эго функции но тем не менее как любая проективная методика в принципе за каким-то редким редким исключением тест имеет право на существование им можно и нужно пользоваться приводятся различные характеристики потребностей мотивов поведения детей на основе описания картин сейчас мы к ним перейдем приводятся таблицы в общем полный материал по этому тесту тест опять же он у нас и на сайте находится и вообще по сути своей является проективной методикой и является она конечно качественной во первых статистики по русской популяции для этого теста нет наверное есть но такая отрывочная неполная если кто-то будет работать займется этим тестом вплотную может получить очень неплохие результаты нам надо заниматься им надо заниматься выводить какие-то статистические математические данные собирать базы данных обрабатывать их и делать на основе них выводы по русской популяции соответственно вот эта методология в полном объеме ну и самое интересное давайте перейдем к стимульному материалу так вот этот стимульный материал выглядит можно его посмотреть вот на экране монитора покажите пожалуйста так вот это выглядит и соответственно здесь вот такие вот карточки будем их так говорить называть они не по порядку здесь находятся только вот мы тоже получили это все наши типографии так вот выглядит стимульный материал по методике тест фрустрации тест как тест не фрустрации а детский оперцептивный тест перцепция восприятие понимания вот таким образом выглядит эта самая методика и стимульный материал к ней тестом надо заниматься он психо динамический он требует переосмысления русскоязычного подхода ко всему этому и так далее и тому подобные вещи пользоваться можно в клинике пользоваться можно детским психологом дошкольным психологом школьным собирать статистику анализировать рассказы детей по этим картинкам и соответственно делать какие-то обобщенные выводы на этом пожалуй все тест мы предлагаем за совершенно смешные деньги деньги вот покажу вам этот стимульный материал сейчас попрошу коллег разложить их по порядку здесь вот эта последняя карточка вот так вот выглядит стимульный материал методики теста перцепции беллок на этом все и удачи вам